Всем хай, с вами Евгений, он же Юджин, он же человек, который сейчас будет неистово орать от страха, потому что он еще та путька. Мы играем с вами в Fierce to Fathom, но не Home Alone. Нет, 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 это первый эпизод, мы его уже с вами прошли. Мы играем в Norwood Hitchhike. Понеслась. Fierce to Fathom, эпизод 2, Norwood Hitchhike, июнь 16. О боже, опять эти истории начинаются. Это произошло со мной, когда мне было 19. Сейчас мне чуть больше 21. Я все еще помню очень четко, как жутко мне было. Я даже немножко сомневался, стоит ли писать об этом в интернет. Но выложить это все, вытащить это из меня, может даже помочь, даже если немножечко. Я был одним из тех людей, кто любит игровые конференции. Я ездил на любые конференции, на которые мне выпадал шанс. И даже иногда встречал онлайн друзей. Однако мои родители были не в большом восторге от идеи того, что я буду кататься по различным шоссе через всю Америку. Но билет на самолет был бы слишком дорогим. Скупой платит дважды. Знаете, иногда такая есть фраза. Она иногда очень уместна. Эта конференция, на которую я попал, была великолепной. И вот настал день ехать обратно домой. Но как только я поехал, я вскоре осознал, что пробка была ужаснейшей. Я решил поехать длинной дорогой, чтобы избежать пробки. Мне предстоял 12-часовой путь. Мы сейчас сядем к кому-то в машину, и у нас будут очень неприятные диалоги. Итак, а я сам ехал. Сейчас кто-то ко мне сядет. Хорошо, мы про... Что, прям ГТА начинается? Нам, очевидно, нужно ехать сюда. А, слепит меня. Так, 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 сообщение. Да, отличная идея сообщения читать за рулем. Ты звонил? Папа пишет. Да, я думаю, я пойду на эту конференцию. Могу ли я забрать твою машину на 5 дней? Пожалуйста. А с кем? Эйденом. Этот друг из интернета? Он хороший парень. Нет. Ты не отправишься в 10-часовой путь сам по себе. Ну, я уже решил. Я тебе довезу. Почему ты ничего не понимаешь? Давай поговорим, когда я вернусь домой. Видимо, они поговорили, и папа его все-таки отпустил. Ну что ж, Холли. А, Холли, мы девушка. Езжай осторожно, Холли. Не забывай мне звонить. Я поняла, пап. Эйден Уильямс. Это контакт нас кинуло. Что-нибудь еще? Уезжаю. Езжай осторожно, Холли. И теперь от Эйдена Уильямса сообщение. У нас есть билеты? Так. Я постараюсь достать машину. Дам тебе знать. Наконец-таки выведем Майла на прогулку. Лол. Хорошо, лол. Окей, план состоится. О, да. Подожди, ты получишь машину? Да, большая девочка. Ты уверен, что Эш не сможет поехать? Я, пожалуй, возьму с собой скейтборд тоже. Видела там неподалеку клевый скейтпарк. Звучит весело? Дискорд, ты где? Почти тут. Я тебя не вижу. Персиковая футболка. Было весело. Круто провели время. Спасибо, что присоединилась. Смайлики. И последний раз спрошу. Ты уверена, что осилишь этот путь назад одна? У меня особо-то нет выбора сейчас. Верно? Могла бы выехать завтра утром. Ладно, позвони мне, как только ты доберешься. Хорошо? До своей пещеры. Хорошо, папочка. Не уверена, что-то случится в этой жизни. Почему? Застряла в большущей пробке. Вот отстой. Погодите. 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 Было что-то или нет? Мое периферическое зрение что-то поймало. Было или нет? Было или нет? Ладно, давайте дочитаем. Страшно. Тут тоже не особо клево. Я думаю, это люди с конференции. Все, я съезжаю по другому маршруту. Делай, что считаешь нужным. Блин, мне казалось, я кого-то видел. Я что-то видел. Глаза какие-то светящиеся. Кто-то подошел и посмотрел. Или у меня уже просто воображение разыгралось. Ладно. Глупая дура. Едет. 19-летняя. Куда ты поперла? Давай. На всех просто парах. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Быстрее гони. По встречке. Перетекаешь сплошную. Пофига! О! А что вы сдохли? Я не думал, что кого-то встречу здесь реально. Вот такая вот история. Плохая история, да? Плохо закончилась. Погодите заново. Кошмар. Вот вам, друзья. Никогда не дооценивайте дорогу. Какой бы она пустой ни казалась. Окей. Тогда просто едем спокойно. Интересно, что это за решетка такая? Сечетый забор какой-то странный, неприятный. Погодите. Идан пишет сообщение. А, все. Это уже мы читали, да. Ничего новенького. Все, едем аккуратно по своей полосе. Блин, мне нравится этот эпизод. Он еще интересней. И мне нравится предыстория в этой игре. Знаете, она такая человечная, обычная. Ну, типа, девушка поехала на конференцию. Просто, знаете, такая обыденность. И мы сейчас увидим, как обыденность превращается в какую-то жесть. Ты до куда ехала? Все еще 6 часов до города. Застряла в пробке. А сколько сейчас время? Так. О. Можно выключить. А можно включить? Ладно, продолжаем включать. А, это что такое? Нет, 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 нет. Зачем мне это все? Пип. Что? Бензин заканчивается, твою мать. На полпути я поняла, что бензин заканчивается. И что теперь? Едем дальше. Ну, погаите. Музыка мне не нравится. Я видел здесь поворот. По-моему, видел. Да, поворот есть. Ой. Я не очень хорошо водила. Мне нравится, как история адаптируется. Ладно, слушайте, я не поеду туда. Ну, кто бы в своем уме, в здравом уме, поехал бы туда, в эту стрёмную лесную чащу? Нет, только не я. Я до последнего буду ехать. О, да. Хорош. Папа? Я же говорил тебе, лети самолетом. Папа, блин. О, Холи, будет очень поздно, когда ты доедешь домой. Надеюсь, ты себя хорошо чувствуешь. Ой, мама. Сейчас, пап. Тут немножко... Надеюсь, ты простишь меня за машину. А-а-а. Боже мой. Я очень надеюсь, что чувак, которого я сейчас миновал, не повернется и не отразится вот в этом зеркале. Погодите. Это... Заправка! У! То, что мне нужно. А у меня с какой стороны бензобак? Слева или справа? А-а-а. Погодите. Он и не слева, и не справа. Что? Где? Твою мать. Ладно, не суть. Так, там стоит чувак. Уже как-то спокойней. Два чувака. Ой, прям хорошо. Здравствуйте, сэр. Мэм? Здравствуйте. Я могу заправиться на 10 баксов? Мама пишет. Все, спасибо, спасибо. Вы едете к мосту сама? К мосту? Норвудская долина роуда, я имею в виду. Не очень много людей едут в эту сторону в это время года. Будьте осторожны. А что вы имеете в виду? Уже на протяжении века? Века? Много людей пропадает в том месте. И люди, которые пошли их искать, тоже никогда не возвращались. Местные говорят, Норвудская долина. Монстр разрывает их на части и вешает вниз головой на деревья. Круто. Стоп, кто-то там побибикал. Ой, мне не нравится это. Я думаю, дело не в монстре будет, да, совсем, а в каком-то маньяке-человеке. Так, можно взять? Что это я вообще взяла? Проглядите. Не то. Не то, что я хочу. Вот коробка конфет. Можно? Мне это не нужно. Забери. Мне это не нужно, понял? Ты думаешь, что и это мне нужно? А ну, забери. Будут последствия. Погодите. Давайте посмотрим, какие последствия будут. Мэм, пожалуйста, перестаньте это. Перестань, значит, да? Да кто ты такой? Молочком в тебя сейчас кину, ты. Кто ты, мать твою, такой? Мэм, пожалуйста, перестаньте и уходите. Вот тебе. С овачьим кормом будут последствия. Ты мне угрожаешь? Забирай. Мэм, пожалуйста. Все, ничего не сделает. И еще одно. Если ты увидишь женщину в белом или голубом платье, которое будет просить подвезти, не останавливайся. Просто жми на газ и гони как можно дальше. А кто она? Некоторые люди говорят, что она умерла во время выпускного вечера. Кто-то говорит, что она и ищет мести после того, как ее убили здесь. Не важно что. Она хочет крови. Что бы ты ни делала, никогда, блин, никогда, ни при каких обстоятельствах, не подбирай хичхайкеров. Автостоперов, короче. Эти люди здесь на дороге вытаскивают свои большие пальцы. Они не то, что вы думаете, мэм. Они просто не то. Окей, блин. Ладно, мне как-то, знаете, немножко успокаивает, что все-таки здесь есть люди. Вот кто это? Что он сделал? Что он сделал? Он мне запорол. Он мне запорол двигатель, походу. Он что-то сделал. И поехал. Будет там меня ждать. А я заправился уже? Походу, да. Погодите, мама. Холи. Мама. Я не знаю, найдешь ли ты какой-нибудь работающий магазин в такой час. Но у нас закончилась собачья еда. Да, может быть, ты возьмешь что-нибудь для Майла? Я тебе верну. А! Конечно. Пойдемте. Там же была собачья еда. Блин, какая клевая игра. Мне так нравится. Это так все... Так все интересно, блин. Это так все... Не знаю. У меня просто фантазия настолько начинает работать сильно. Можно взять? Пять баксов, мэм. Хорошо. Черт. Я прям переживаю, что тот чел специально все это сделал. Не зря же он так поспешно отправился к своему фургону. А этот фургон-то, блин, это настоящий изнасилмобил. Только туда запихивать и насиловать. Другого варианта нету. Давайте положим это все в багажник. Стоп. Давайте вот так. Стоп. Вот. Все. Ой. Немножко высовывается. Ладно. Утрамбуется. Ну что? Стоп. Мы так заправились или нет? Ё-моё. Мы же не заправились. Да ни хрена. Почему до сих пор горит? Давайте вот здесь тормознем. Может быть, тут получится заправить. Окей. Вот я встал. Поудобственней. Еще раз давайте зайдем. Чего за фигня? Мы же оплатили бензин. О, здравствуйте. Слышали что-нибудь о Нормандском монстре? А? Нормандский монстр, твою мать. Ты слышишь что-нибудь? Эээ, вы ошиблись. Или большая ошибка. Так. У вас спамп-2? А, все. Нас заправило. Спасибо. Да, есть. О, ты прогрессируешь. Прямо эволюционирую. У вас на глазах. Все. Я заполнил топливный бак. И была готова снова поехать. Все. Вот. Вот. Стрелочка пошла вверх. Скорость набирается. Тяга пошла. Я дура. Не посмотрела в зеркало заднего вида. И в боковой не посмотрела. Просто в жопу мне въехали. Это же он. Он развернулся. Это тот чувак. У нас есть возможность как следует рассмотреть, что он будет делать. Он специально там встал сзади. Погодите. Что за? Чувак. Какой-то чувак. Он был не похож на обычного человека. Это какой-то пришелец, что ли, был? Это фургон. Но он стоит в том же месте, что и в прошлый раз. А моя машина уже в другом. Да. Он что-то там делает. Стой. Так. Ты отвлекай меня. Да черт. Да черт. Все. Он сел. Что он делал? Он что-то делает? Он все еще там. Ты. Стой. Что говно? Ты что там делал? Протыкал мои шины, да? Стой. Нехорошо. Ох. Так. Мы помним ошибки прошлого. Прежде чем повернуть, мы просто останавливаемся. Вот где знак стоп? Кто-то рулит. Едет? Или мне кажется? Будучи в дороге, ты понимаешь одну вещь. Монстры реально существуют. И каждый из них выглядит прямо как я и ты. Мне не нравится эта формулировка. Он не просроченный? Ничего такого, да? Мама пишет. Про корм, я так понимаю. Нет. Какого? Блин. Машина, не подводи меня. Да какого фига? Не видно же ни хрена. Помним, да? Девушка в платье голубом или белом? Голубом или белом? Каким образом мы сейчас... Каким образом игра определит, какую девушку нам тут сейчас на дорогу показывает? А блин? В зависимости от каких-то действий изменится? Ой, нет, стоп. Это не он. Тот был на фургоне. Хорошо, просто стоим. Да господи! Так, бип-бип. Быстрее гони. Все, он уехал. Хорошо. Благо тут радио ловят хотя бы. Значит, возможно и сотовая связь есть. А, ну есть, конечно же, я заобщаюсь с мамой, с папой. Со всеми. Что-то... Какой-то был свет сейчас. Тихо. Тихо. Блин. Боюсь что-то упустить. Очень важное для своей жизни. Но при этом мы все равно чилим. Куда-то мы едем. Мы продолжаем ехать. Ничего не происходит пока. О, как жутко мне. Ожидание, друзья. Как же оно пугает. А, нет, плохая дорога. Какого дьявола? Мост! Тот самый мост. Нет! Чертовы фары. Нет. Какая-то более лысая местность сейчас. Какого хрена мы сюда едем? Ты заправилась, дура. Езжай обратно. Сейчас уже пробки давно нету. Тихо. Блин. Сейчас вот фары в один из таких моментов выключатся. Потом я их включу, и там что-нибудь передо мной будет стрёмное. А тут чел на машине. Ох! Только сказал про него, и вот он. Черт! Похрен на кролику. Нет, не похрен, я шучу. Мы в лонг-дарке кроликов не убивали. Даже когда очень хотели есть. Стоп. Сразу держим вот так вот курсор. Что? Что-то можно было съехать. Так. Самое странное, в этой ночи я увидел два огромных бревна посередине дороги, которые преграждали путь. Казалось, как будто бы кто-то специально их положил сюда. Ну так и есть, очевидно. Посмотри, как ровно спилено, в отличие вот от этого обрубыша. Обгрызыша, я бы сказал. Да ладно! Че? Что? Как я это делаю? Ну, нифига себе ты. Молодец, Холли. Кто-то там слышал. Окей. Продолжаю. Нет! Нет! Тот чел на фургоне. Машина не запускалась. Ну, пожалуйста. О, боже мой. И вот так вот я оказалась, хрен знает где, без телефонной связи. Ну, я не буду вам врать, я чувствую себя не очень хорошо. Я имею в виду вот этот звук, который был как в хоррорах. Мне всегда говорили не ездить с незнакомцами, но у меня не было выбора. Я был напуган от мысли, что мне придется... Господи, не успеваю. Очень быстро. Ладно. Выходим. Походу, все. Десять двадцать три вечера. Мы сейчас будем что... Я увидел, как машина приближается. Тихо, тихо, тихо. Стой, стой. О, да пожалуйста. Ну, дамы, дама стоит после дороги. Настоящее зло. Я не могу поверить, как кто-то может оставить человека в таком положении. Ну, как бы мы на заправке тоже могли сказать про девушку. В белом или голубом. Интересно, я в каком платье? Что если я монстр? Десять сорок три. Уж двадцать минут получается стоим, да? Оп. Что-то... А зачем ты фары выключила? Так, давайте поковыряемся. Может, что? А, хрен бы. Что? Ну, почему? Стоп. Остановился. Мне подойти или ты сам? Но... Он хотя бы не на том фургоне. Но сколько машин у него может быть, неизвестно. Сэр? Здрасте. Вы та девушка с заправочной станции. Спасибо, что остановились. Что ты тут пытаешься сделать? Я думаю, моя машина просто сломалась. Я не могу позвать на помощь. Телефон не работает. Можете мне подвезти? А куда ты собираешь? Просто на ближайшую остановку, где я могу позвать на помощь. Запрыгивай. Спасибо вам большое. Сейчас я возьму только свои вещи. Поторопись. Просто клади все туда, в багажник. Я здесь долго не буду. Окей, хорошо. Блин. Блин, я не понимаю. Я не понимаю, чего ждать. Этот эпизод гораздо дольше. Более насыщенный. Так, все вещи берем? Ох. Ладно, это будет надолго. Спасибо, что помогаешь. Ладно, так вот для меня много уже сделал. Давайте как-нибудь так сложим. Надеюсь, получится. Так, так. Все свои сумки, кепку. Итак, собачий корм и скейт. Собачий корм и скейт. Прекрасно. Все. А как закрыть-то все это дело? Ну, ладно. Поторопись. И мне пора ехать. Я закончила. Наконец-то. Запрыгивай быстрее. Ладно, ладно, ладно. Ох, спасибо большое, что подводите меня. Но я помню его, да. Он вроде добрый на вид. И он ничего не слышал про монстров. Так, у него синий свитер. Подскажите, кто вы такая и куда едете? Я бы не хотел говорить, если вы не возражаете. Как скажешь. Блин, как трудно себя ощущать девушкой такой беззащитной. Нужно оружие с собой иметь. Тебе повезло, что я здесь оказался сегодня ночью. Должен сказать, ты очень смелая молодая девушка. Почему? Ты хоть понимаешь, что здесь случилось с твоей машиной там? Я не знаю. Она никогда не ломалась вот так вот. Она моего папы. Но она довольно-таки старая. Но мы-то знаем, что произошло. Это чел какой-то сделал. Точно не ты. Но почему ты спрашиваешь? Так что ты думаешь о том, что он тебе сказал на заправке? Он меня немножко напугал. Интересно. Идет, говорит каждому человеку, который здесь путешествует эту историю. Хорошо. Можно поговорить дальше с ним. Так это правда? Что, монстр? Давайте посмотрим. Я никогда не видел монстра сам. Но там есть странные вещи. И я боюсь, твоя машина сломалась из-за кого-то из них. Эй, слушай. Я не хочу звучать как этот придурок. Но просто запомни это. Не беспокой их, и тебя не побеспокоят. То есть он все-таки верит? Их не беспокоить. Мы можем ехать быстрее. Слушай, извини, что я веду себя как придурок с тобой. До этого вел себя. И я не очень хорошо схожусь с людьми. А можно быстрее? Затемнение. Это нормально? Какой длинный эпизод. К чему же все это придет в итоге? 12.08. Видимо, нас довезли. После небольшого разговора он меня высадил возле мотеля. Видно, они предложили roadside assistance. Какой-то ассистент дорожного. Я не знаю, что это значит. Помимо того, я думал, что хорошо бы мне отдохнуть. Будь осторожна. Здесь очень много разных людей. Сказал этот мужчина перед тем, как уехать. Я не понимаю, откуда исходит угроза. Тут что, какой-то культ? Смотрите. Хорошо, здесь... А, вот мои вещи все. Здрасте. О! Этот человек... Очень неприятно выглядел. Крепоту вызывал. Девушке нужна комната, чтобы передохнуть ночью. Сколько за комната? 40 баксов. Окей, заплатить. Только наличкой платить. Комната номер 9. Вот там. Сказать про машину. 90. И Томми позаботится о ней. Сразу утром прямо. А, вот что такое, road assistant. Хорошо, заплатили. Починить нам машину. Отлично. Что ж, я дам Томми знать. И одна последняя вещь. Постарайся не разбудить остальных гостей. Они могут не очень быть рады этому. Хорошо. Хорошо, комната 9. Комната 9. Комната 9. А, все это неприятно. Все это крипово. Давайте сразу возьмем вещи, что ли, наши. А, мы не можем пока взять. Мне главное, тот фургон не встретить. Один. И ни в коем случае нельзя будить гостей. Хорошо. Я боюсь даже идти по этим доскам. Слишком шумно. Тихо. 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 Простите. Семь. Да, блин. Мам. Мама пишет. Так. А, я не могу. Видите, папа. Я, наверное, останусь в мотеле. Все равно связь не работает, получается. Но вот сейчас только что пришло сообщение. Так. Что мам пишет? Холли. Я не могу даже ответить. И пришло от Эйдена. Эй, ты где? Твой папа звонил мне? Ой, ты бы знал, где я. Я бы тебе сказала. В желанном мотеле. Было неплохо и тепло. Очень мило внутри. Хорошо. Правда, воняло. Чем-то... Да, блин. Не успеваю прочитать иногда. Что я должен сделать теперь? Я не могла здесь спать. Нужен матрас, что ли? Пойдемте сообщим на ресепшене о странном человеке в моей ванной. В моей ванной. Человек. Хорошего вам сна. Спасибо, блин. Человек в моей ванной. Или мне привиделось? Стоп. А может мне привиделось просто? Пойдемте проверим. Осторожней. Осторожней. Что ты там делаешь? Это кто? Я говорю или она говорит? Ты меня напугал. Это я... А. Он спрашивает, что я тут делаю. Это... Ты меня напугал. Хе-хе-хе. Ты кто такой? Я Томми. Обслуживание комнат. Здесь в Родвей Инн. Самая лучшая остановка в Норвуде. Что ты там делал? Ты знаешь, чистил всякое. Парень за ресепшеном дал мне ключ от этой комнаты. Хе-хе-хе. Я боюсь придется попросить тебя выйти на время, пока я приготовлю комнату. Я просто пока возьму мои вещи. Блин. О, блин. О, нет. Придется долго. Так, мне нужно немножко энерджи напитка. Дайте энерджи напиток. Где? Сода, сода, сода. Энерджи сода. Вот. Купить. Ще-че застрянет, небось там. Потребить. Употребил. О, нифига я ускорился. Но я не против. Вот с таким вот ускорением мы въезжаем просто в дом. О, блин, ты меня... Перестань меня пугать! Сложи мои вещи, ублюдок. Что? Поговорил с Джо об этой ситуации. Что не так с этими людьми, а? Пощадить, пощадить, пощадите. Но не волнуйся. Здесь безопасно. Я пойду заберу твою машину. И еще телефон в комнате не работает. Если что-нибудь нужно, просто спроси на ресепшене. Мы хотим его починить, но у нас что-то не очень получается. И у нас не так много гостей в последнее время. Хе-хе-хе. Но хорош тебе ночь. Тихо, погоди. Закрыл дверь. Я еще вещи свои не взял. Забираем. Раз, два. Кепку на голову одень. Ладно, все равно придется второй раз возвращаться. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Бросаем, закрываем дверь. Все. Фух. Пойдемте в душ, что ли, сходим? Господи. Как принять душ? Не знаю. Никак, видимо. Все, до спать. Конца этому не видно. Че-то мне все плывет. Чего? Называйте это предчувствием, но было что-то не так с этим местом. Я не могла убрать с себя это чувство, что что-то не так. Чувство усталости просто было невыносимым. Я надеюсь, что чашка кофе мне поможет. Смотрите, какой огромный странный телевизор. Посмотрите на него. Что это за телек такой? Что у него за разрешение? Это квадратный вытянутый экран. Присесть. О, это как в первой части было. Она хочет кофе. Я дам ей кофе. Вон кофе. Поскольку мы стрейфом бежим быстрее гораздо, я буду и пользоваться этим. Итак, эспрессо. Да, чтобы вообще было хорошо так бахнуло. Употребить. А там что? 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 Что это было? Что это было? Стоп! Мама. Все реверсивно, друзья. Все реверсивно. Управление полностью реверсивное. Хочу домой. Папа пишет. Папа. Сорян, не могу. Я вообще плохо. Что-то было в кофе. Что-то подсыпали. А. А, папка. Мне плохо. Так. Умыться. Закрой. Черт. Здесь еще умывальник. Поблевать, может быть? Что пишет? А. Не знаю, что пишет папа. А. Черт, как неудобно. Что за культ меня окутал? Поспим, может быть? О, неприятно. Саунд дизайн офигенный. 3.18. Я была на седативных. А. Что? Что? Во-первых, что, телефон заработал? Встать. Блин, мне показалось ли кто-то только что залез в мой ящик. Ой, шкаф. Чего? Нет. Кто-то интернетом пользуется. Кто мадам включил? Стоп. Но мы же можем теперь позвонить, получается? Или не можем. Открывайся, блин. Кто-то заперся там. Что происходит? А, вот раковина же. Хорошо, мы умылись. Господи, эти звуки. Перестаньте. Ты что? Что делаешь? Как-то надо сейчас не сдохнуть. Я не пойду туда в шкаф. Не пойду. Вот пром... Нет. 3.18. Вот, вот, вот. Вот. Он только что зашел в шкаф. Я не буду просто ничего делать. Я точно не буду подходить к шкафу. Давайте встанем. Блин, что я так близко к шкафу. Не хочу я быть там внизу. Все в порядке? Никого нет? Может мне просто уйти отсюда? Я не чувствовал, что это безопасно выходить. Кто-то пытается постучаться мне в дверь. Стоит ли мне открывать? Стоит ли мне открывать? Это тот с ресепшена, по-моему. Кто там? Джо с ресепшена. Откройте дверь. Нет. Блин, может открыть? Как вы думаете, Джо с ресепшена, мне открыть или как? Кто там? Джо с ресепшена, ладно. Откроем. Привет, Джо с ресепшена. Что надо? Тут у меня чувак в шкафу. Сто пудов говорю. Разве я не говорил вам конкретно, чтобы никого вы не будили? И мне поступили жалобы, что вы тут много шумите. Что вы там не делали? Просто, пожалуйста, потише, мисс. Почему ваши глаза покраснели? Сказать про кофемашину. Вы что, угораете надо мной? У нас нет кофемашины здесь. Так вон же оно. Окей, хорошо. С меня хватит этой хрени. Стоило мне подумать, что у нас будет хороший трезвый гость. Но я полагаю, это я здесь сумасшедший. Следуйте за мной. Ненавижу свою работу. Пойдем, Джо, блин. С ресепшена тебе покажу. Иди сюда. Иди. Джо, блин. Вот тут же было. Вот тут же было. Что-то музыка еще неприятней. Нет. Нет. Я знал, что здесь не будет кофемашины. Как только ты мне сказал про это, я понял, что что-то не так. Джо, прости, я не в себе. Здесь была, честно. Ты убрал ее, да? Возвращайтесь в свою комнату. Я клянусь, она была здесь. Я сказал, возвращайтесь сейчас же. Почему? Ты что, я не слышу меня? Быстро в свою комнату и не выходите. Проверьте столик возле телека. Почему? Там должны быть какие-то лекарственные средства, которые я могу предложить вам, чтобы вы облегчили себя. Слабительное, что ли? Ладно. Что это значит? Джо, ты что-то знаешь? А, видите, красное пятно справа у меня. Блин. Ну тут же кто-то все еще есть. Хорошо, я понял правила этой игры. Ни в коем случае не открывать все места и не заходить во все двери, в которые только что кто-то залез. Окей. Вот лекарство. А откуда они здесь? Чего это вдруг там лекарство? И что мне с ними делать? Что мне делать? Попить? А. Может быть. Вот здесь? А. Дверь была открыта. Извиняюсь. Давайте закроем. Вот, видимо, мы теперь сейчас можем их запить, да, просто водой из-под крана, да. Нам станет гораздо лучше. Я бы оставил красные глаза себе, я бы не стал пить никакие лекарства в таком-то подозрительном месте. Дверь прооткрыта. Он вышел, пока я пила. Что? Кто-нибудь здесь есть? Блин. А! Кто-то сфоткал меня! Кто? Слышите? Пошел, 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 пошел. Он подошел к моей двери. Это похоже на чувака, который был на фургоне. Привет. 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 Привет, он сказал. Эй. Блин, как неприятно. Эй. Что? Да иди домой, блин, я не буду отвечать. Ладно, может быть, мне нужно подойти и пообщаться? Кто это? Пожалуйста, откройте дверь. Мне нужна помощь. Что вам нужно? Мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, откройте дверь. Ничего не буду делать. Пошел ты в жопу. Что еще там? Я знаю, что вы там. Нет. Нет. Валюте ванну. Страшно. Закройте. Не знаю. Чем-нибудь. Чем-нибудь сражаться. Обороняться. Что-нибудь. Что угодно. Пожалуйста, дай мне. Дай мне. Вентиляционной вылезти, нет? У меня паника. Скейт там буду по харе бить. Так, пожалуйста, уйдите. Мне просто нужно поговорить с вами. Я клянусь, я не коп. Пожалуйста, уйдите. Или я вызову копов. Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Хоть мне и очень неприятно в ушах сейчас, но этот чувак подзастрял. Скейт там тебя. Оп. Летай сейчас, Скейт. Хорошо. Мы построим стену. Будем обороняться. Хватит. Кто выключил этот звук? Закрой дверь просто. Куда я? Я что, лег? А. Я лег. Игра немножко глюканула. Что я должен был сделать? Перестань. Просто уже убей меня. Я не могу это слушать. Убей меня. Спасибо. Спасибо. Мы должны попробовать снова. Я хочу выжить. Вот он идет ко мне. Сейчас он при этом шепнет. Hello. Привет и тебе тоже. Давай с тобой пообщаемся. Кто это? Какого хрена тебе надо? Я не буду открывать. Понял. Я не буду открывать. Я знаю, что ты там. Пожалуйста, уходи. Я вызову полицию. Так. Что мне делать? Где ты? Мы под шкафу спрятаться? В шкафу. Закрывай. Смотрите. Мы можем не шуметь. А можем шуметь. Он сам был в этом шкафу. Что, не догадается посмотреть в этом шкафу? Я надеюсь, нет. Кажется, мы выживем сейчас. Сейчас мы такие за двери. Привет. Привет. А каким образом мы можем издать шум? Я не понимаю. Наш микрофон? Но он не детектится. Вы-вы-вы заодно с ним? Нет. Он сейчас его бэм по лицу. Или подыхали по яйцам. Джо, молодец. По сей день я нахожу это очень странным, что менеджер не впутывал полицию, так как считал, что это плохо повлияет на репутацию отеля. И отпустил просто ту ситуацию. Мне кажется, что этот город был домом какого-то культа. Или наркобизнеса. Или, может быть, еще похуже. Томми приехал с машиной, казалось, через год. Я больше никогда не ездил длинными дорогами. И вообще в длинную путешествию не отправлялась. Летал на самолете. То есть, именно этот чувак оказался в итоге самым добрым. Самый стрёмный и неприятный Джо. Помог нам. Убил этого чувака. Ну, не знаю, что он там сделал. Просто избил его. И такой, пошел ты, больше не появляйся здесь, в моем мотеле. Понял ты. И тот такой, прости, все, не буду. Он то выгнал его посреди ночи. Из того номера, где кофемашина была. Это похоже на какой-то культ, на самом деле. Это так загадочно. Блин, интересно, сколько секретов еще можно найти. Вот в этой части. Потому что кажется, что такая карта обширная. Что можно столько всего сделать. И столько всего заметить. Мне очень понравилось. Это было прекрасно. Да, конечно, были небольшие баги. Которые чуть-чуть так впечатление превратили из страха. В такой небольшой комичный эпизод. Но было очень круто. Очень много эмоций я испытал. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Ждем следующие эпизоды этой игры. Спасибо всем большое, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Вступайте во все мои соцсети. Ссылки будут в описании под видео. Но с вами был Юджин. И всем. И всем. Пять. Продолжение следует.